Спектакль проходит практически в полной темноте. Постановка лишена визуальной составляющей. Юным зрителям с нарушением зрения предлагают включить фантазию и воображение. Спектакль в музыкальном королевстве знакомит детей с инструментами и их историей. Скрипку, альт, виолончель и флейту они не только слышат, но и могут потрогать. Инструменты приобрели специально для постановки. На средства президентского гранта в рамках программы «Сочинская филармония. Неограниченная жизнь». Мы создали целый цикл различных и концертов, и спектаклей для разных категорий групп инвалидов. Так, например, для людей с нарушением слуха мы показываем спектакли с субтитрами или сурдопереводом путем их адаптации. Для людей с нарушением зрения мы создаем новые формы концертов и спектаклей, которые направлены на другие формы восприятия и органов, и чувств, основанные на тактильном взаимодействии, на запахах, на звуках. Музыкальная история в темноте – это инклюзивный спектакль. Увидеть инструменты не глазами, а руками и насладиться классической музыкой смогли все желающие. У Нины Бегян зрение слабое, но зато слух очень острый. Именно поэтому она любит легкую классическую музыку. Эта музыка и красивая, и спокойная. Ну, не вот такая вот, как вот такая бух-бух, это не понять, что от нее, и уши, и голова болит. А это и красиво, и волшебство, и спокойно, и чудо. Очень нам понравилось. Мы бы с удовольствием посетили бы подобное мероприятие. Именно в таком режиме спокойном, тихом, не агрессивном, с небольшим количеством гостей. И это имеет значение. Неограниченная жизнь – это целый цикл спектаклей и постановок. В ближайшее время зрители с ограниченными возможностями здоровья, но с большим стремлением к участию в культурной жизни, ждут концерты органной музыки. Кстати, для целевой аудитории их проводят абсолютно бесплатно. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».